Морское пространственное планирование в Печорском море – перспективы для Ненинского округа. Круглый стол, посвященный этой теме, прошел сегодня в Нарьинмаре. Как отмечают организаторы мероприятия, Всемирный фонд дикой природы совместно с Институтом акватерриториального планирования Ермак Северо-Запад и Санкт-Петербурга, морское пространственное планирование позволит устойчиво развивать экономику моря и в то же время снизить риск для природы. Морское пространственное планирование – это как градостроительный план города, то есть генеральный план моря. Только вместо дорог там фарватры, а сельскохозяйственных угодий – рыболовные участки. Рациональное использование этих богатств и есть то самое морское планирование. Основное, что туда заложено – это экосистемный подход. Это означает, что интересы природы превалируют над краткосрочными хозяйственными интересами человека. Вот если мы соблюдаем это, тогда мы оставим нашим детям, нашим внукам землю и море, ну, по крайней мере, не хуже, чем они есть сейчас. А если постараемся, то она будет лучше. Пионером зонирования морской акватории являются Соединенные Штаты Америки. Там работу по морскому пространственному планированию начали в 1969 году. Однако первый закон, регламентирующий деятельность в данной сфере, был принят только в 2010-м. Следом идут Канада и Австралия. В 70 странах разработка планов находится лишь в стадии обсуждения. В числе этих стран и Россия. Сейчас в нашем государстве основной процесс морского пространственного планирования идет на Балтике. На Печорском море – начальный этап обсуждения. У нас меняется ответственное и уполномоченное министерство. Вы же знаете, да, что полномочия переданы в Минвосток развития. Ну, мы думаем, что вот именно это министерство, оно выступит драйвером развития нормативной базы и увязки этих законов. Это предмет достаточно большой работы. Нельзя сказать, что закон о морском планировании готов. Была сделана только концепция. Конечно, он будет перестраиваться, он будет гибко встроен в систему законодательства. Вот мы ждем этой инициативы от нового уполномоченного министерства. Наряду с созданием нормативной базы в части морского пространственного планирования в рамках круглого стола обсудили и вопросы экосистемы Печорского моря. Эта территория является одним из ключевых районов Арктики с точки зрения биоразнообразия. Но в то же время это и одно из ключевых мест с точки зрения природопользования и места проживания людей. Поэтому, отмечают представители фонда дикой природы, при морском пространственном планировании важно не допустить конфликта интересов. В частности, речь идет о разделении полномочий органов власти различных уровней по управлению акваторией. Мы прекрасно понимаем, что все, что касается прибрежной части, это региональные полномочия. И как можно, допустим, создание порта отделить от региона. То есть он все равно будет создаваться в регионе и должен учитывать специфику региона. Поэтому задача какая? Задача, чтобы больше было полномочий и прав именно у региональной власти. Чтобы в морском природопользовании, в его прибреженной части, принимались решения в регионах, а не на федеральном уровне. Тогда оно будет более-менее сбалансировано и поможет всем, скажем так. Протокол, принятый по итогам круглого стола, будет направлен в федеральные органы власти. Для того, чтобы проект закона о морском пространственном планировании учитывал интересы каждого субъекта. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...